Катя, ты вот это знаешь? Хочешь? Да, хочу. Да, выучу. Да, знаю, знаю, знаю. И я потом вот так набираю, набираю, потом понимаю, о, мне вот это надо учить, вот это вот это. И потом уже оврал такой, и ты сидишь ночами, сутками, и потом у тебя в голове, черти что, колеса какие-то крутятся, вертятся, и бесконечное вот это попутное. И ты, и сердце в голове не рассчитывая стучит, коварные думы великают дороги, и те пчешь невольно, о, Боже, как долго. А ведь это именно то, что рассказывала о себе великая Елена Васильевна Образцова. Быть готовой в профессии ко всему. Екатерина Семенчук, одна из ведущих меца-сопраны мира, помнит советы и ее кумира. Не ждите, когда у вас будут контракты. Учите оперные партии. Значит, когда мы заканчивали консерваторию, мы еще ничего не знаем. Меня, например, пригласили сразу на Бориса Годунова. Я сказала, вы знаете Бориса Годунова? Я говорю, знаю. И вот с тех пор началось это вранье бесконечно, потому что... Я никому не сказала нет, ни одному дирижеру. Я всегда говорила да. Между небом и землей песня раздается. Я считаю, что без этого ты не вырастешь дальше. Понимаете, это нужно пережить, это нужно... Елена Васильевна Образцова тоже очень часто рыдала на сцене. И всегда все мои коллеги, все мои великие коллеги на сцене, они отдаются целиком. Они не поют процентами. Они поют, как в последний раз. Это нормально. Когда я пою, я счастлива. И вот когда уже силы иссякают, меня нет, я подключаюсь вот прямо диафрагмой. И вот здесь у нас, знаете, то, что темечка не зарастает, у ребятишек маленький. Я прямо подключаюсь туда, к космосу. И просягаю, говорю, ну возьмите меня к себе, возьмите меня, ну помогите. Богу надо отслужить талант, который вам Бог дал. И мы должны, как рабы этого таланта, всю жизнь отрабатывать его Богу. Потому что, конечно, мы люди избранные. Екатерина Семенчук не ищет легких путей, шаг за шагом приближаясь к пониманию сверхзадачи. Бывает и так. На выпуске новая для нее партия Сантуцци в сельской чести на сцене Метрополитен вместе с Роберто Аланье. И именно в этот период подготовка сольного концерта. На сцене концертного зала Мариинского театра Екатерина Семенчук вместе с Семеном Скигиной впервые исполнили цикл романцев Глинки «Прощание с Петербургом». Мне кажется, каждое произведение этого цикла с 12 романцев, оно является само по себе уникальным. Мне кажется, незаслуженно неисполняемым. Для меня «Прощание с Петербургом» Глинки цикл, который явился первым вокальным циклом в российской музыке, такое объемное, масштабное выражение 12 произведений, объединенные одной темой. На одно из первых выступлений Екатерины Семенчук на сцене Берлинской государственной оперы был приглашен пианист Семен Скигин. Это было уже довольно давно, и я совершенно обалдел от молоденькой девчонки, как мне сказали, русской, которая носилась по сцене в опере Верди, потрясающе пела, но главное, она на сцене жила, двигалась, существовала, и это произвело на меня совершенно какое-то удивительное впечатление. ПЕСНЯ Мы с ней как-то еще раз увиделись, и я говорю, давай поговорим у рояля. Я посадил ее в свою машину и отвез к себе в дом под Берлином. А в это время я как раз только выпустил с Олей Бородиной диск Болеру. Очень хороший диск, испанская музыка. И Катя, как-то неожиданно для меня, просто спела мне все, что было на этом диске записано. Но на этом не кончилось. Мы вытащили из моего нотного шкафа все романсы Чайковского, все романсы Рахманинова, и она подряд все пела. Для сопрано, для мецо-сопрано, для баса, баритона. Она все знала, все пела. И вот я тогда влюбился в эту исполнительницу и предложил ей музыкальное «Руко и сердце» у рояля. И вот она, к счастью, приняла это предложение. Мы, к сожалению, большую часть времени проводим в одиночестве. Приходится быть очень ответственным. В принципе, я по натуре такая ответственная. Это мне, в принципе, не сложно. Все это я выучиваю, приезжаю, и уже мне легче, когда я знаю, что и как. И встречаясь с концертмейстером, пианистом, я уже готова к тому, чтобы мы нарабатывали краски, какие-то нюансы. Он открывает мне какие-то свои тайны. Я ему привношу какие-то новшества. Человек, он должен быть мобильным и очень гибким, и интересным. Жизнь наша дружбою согрета Ударь по струнам и грибе В луке лета, в луке лета, в луке лета Ударь по струнам и грибе Ударь по струнам и грибе ago offices, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин